Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня с вами Гасим Вадамир, педагогик пунктного образования Центра астрономического и астрономического образования ГПУ Воробьевы Горы. Тема сегодняшнего астрофизического онлайн-практикума «Астрономия задачек. Солнечное затмение выглядит примерно таким образом, если наблюдать его, например, полным, слева фотографии мы видим закрытый диск Солнца и рядом некоторое количество звездочек. То есть, днем звезды мы можем наблюдать, например, в полное солнечное затмение, вплоть до 3-4 звездные точные уж точно. Если наблюдать и фотографировать точнее солнечное затмение, например, в телескоп или с телеобъективом на фотокамеру, можно увидеть намного более интересную картину закрытого диска Солнца. Диск закрывается Луной за счет движения Луны вокруг Земли. Но на самом деле существует не только полное солнечное затмение, также существует еще кольцеобразное солнечное затмение и частное. И на самом деле еще гибридная фаза, которая в определенных местах солнечное затмение будет выглядеть полным, а в других кольцеобразным. Частное затмение, например, может наблюдаться в случае, когда Луна проходит как-то параллельно диску Солнца, но при этом центры диска Луны и Солнца находятся на некотором расстоянии, причем достаточно большом. Кольцеобразное затмение наблюдается в том случае, если размер диска Луны меньше, чем размер диска Солнца. Вот слева, например, гибка того, как выглядит кольцеобразное затмение в течение большого количества времени. В изображении представлена фотография солнечного затмения в течение примерно двух часов от самого начала до самого конца. Мы можем заметить тут частные фазы слева и справа от полной фазы. И также полную фазу в 10.45. Очень важно отметить то, что сама полная фаза длится очень небольшой, промежуток времени. Все около двух, трех, максимум пяти минут. Все остальное время для этих двух часов эта Луна постепенно заходит на диск Солнца и постепенно с него сходит. То есть, по сути, кажется, что это частная фаза. Частным затмением все-таки называется такое затмение, когда максимальное покрытие диск Солнца Луной. Частным затмением называется такое затмение, когда диск Солнца покрыт полностью не будет. И даже центры дисков Солнца и Луны близко находиться также не будут. То есть это, например, некольцеобразная затмение. Основная причина солнечных затмений – это размер, свойство того, что размер Луны и размер Солнца практически совпадают. Размер Луны – это черненькие полосочки, минимальные и максимальные. Размер Солнца – это красные полосочки, также минимальные и максимальные. Размер Солнца меняется из-за того, что орбита у Земли эллиптичная, поэтому мы зимой находимся ближе к Солнцу, а летом дальше. Размер Луны меняется абсолютно по той же причине, потому что орбита у Луны уже также эллиптична. И тут мы явно можем увидеть, что может наблюдаться как полное затмение, то есть в случаях, когда диск Луны, например, максимального размера, а диск Солнца минимального размера. Либо же наоборот кольцеобразное затмение, когда диск Луны минимального размера, а диск Солнца максимально. Если нарисовать положение Луны, Солнца и Земли в момент затмения, то получается такая картина. Сверху случай полного затмения, снизу случай кольцеобразного затмения. Тут на самом деле картинка немного неправильная полутень, все-таки поменьше в солнечном затмении, но в целом для понимания лучше рассмотреть именно такую картинку. То есть у нас есть солнце, у нас есть экран в виде луны, и через этот экран проходит, точнее этот экран закрывает свет от солнца. И конус, образованный этим экраном, будет называться полной просто тенью, и в этом конусе мы вообще не можем видеть диск солнца. То есть солнце у нас полностью закрыто в этом диске. И вот на самом кончике тени, который уже будет идти по земле, мы видим собственно полное солнечное затмение. И из-за электричности орбиты луны этот кончик на самом деле находится, может находиться не только под кончик самого конуса, но только под поверхностью земли, а также и над поверхностью. И в таком случае в образующих этого конуса будет наблюдаться кольцеобразное солнечное затмение. Полутень образована абсолютно аналогично, но теперь мы проводим лучи от нижнего края Солнца к верхнему краю экрана, то бишь Луны, и наоборот, от верхнего края Солнца к нижнему краю Луны. Так как на самом деле расстояние между Землей и Луной 400 раз меньше, чем расстояние от Земли до Солнца. Эта картинка выглядит по-настоящему в несколько других размерах, но все же. В областях полутени мы видим частично закрытый диск Луны, ой, диск Солнца. Так выглядит тень от Солнца из космоса. Вот эта вот область. В этой области проходит солнечное затмение. Но так как Луна у нас тоже не стоит на месте и движется по орбите, которая, кстати, наклонена к плоскости эклиптики, мы видим, что у нас тень движется вот, ну, немножко кривотно, но все же, движется примерно вдоль этой прямой и она находится под углом к плоскости эклиптики порядка 5 градусов 19 минут. Это угол наклонения лунной орбиты. В ходе солнечного затмения наблюдаются различные интересные явления. Я сейчас покажу вам три основных, также существуют некоторые другие, но эти явления могут наблюдаться при любом полном затмении. Во-первых, когда Луна только-только начинает сходить с диска Солнца, первые лучи, которые пробиваются и которые очень яркие, образуют такую красивую картину, которая называется бриллиантовым кольцом. То есть это вот такой яркий бриллиант, который на фотографиях очень ярко светит. И вокруг мы видим яркое свечение, образованное короной солнечной. Также очень интересное и красивое явление, это так называемые четкие бейли. За счет того, что поверхность Луны не плоская, гористая, через различные неровности может пробиваться свет и получаются вот такие вот. И также самое главное явление это солнечная корона, которая обычно очень тусклая и прячется, то есть мы ее не можем видеть за счет яркости самого Солнца и саму яркую Солнцу. Поэтому, когда Луна выступает естественным экраном, мы можем наблюдать солнечную корону, изучать ее в эти небольшие промежутки очень подробно и очень хорошо. Она выглядит вот так вот, неоднородно, напоминая собственную корону. Это все явления, все три явления собраны в одну картинку, напомню, бриллиантовое кольцо, четкие бейли, ну тут плоховато видны, вот так выглядывают. И, собственно, солнечная корона. Очень важно помнить, что солнечные затмения нельзя наблюдать невооруженным глазом. Казалось бы, мы наоборот наблюдаем диск Солнца, который закрывается Луной, но как только Луна начнет сходить с Солнца, Солнце у нас очень яркое, и даже самый-самый маленький кусочек Солнца, который начнет светить, может вам навредить, навредить вашим глазам, поскольку они уже начали привыкать к темноте. Поэтому всегда при наблюдении солнечного затмения пользуйтесь либо солнечными очками, вот здесь вот такие интересные, с солнечным фильтром, самое главное, вот. Либо же можно использовать такое интересное приспособление, как дуршлаг, и, аккуратно поймав фокус, у него можно наблюдать проекционную картинку от затмения. То есть вот вы видите такие серпики, наблюдаемое время солнечного затмения. Это вот настоящее затмение. Вот это не обман, это никакой не фотошоп. Также очень рекомендую и горячо рекомендую вам сайт seql.ru. С ним какие-то проблемы, но можно найти, например, копии этого сайта на веб-архиве. На нем можно найти и узнать обо всех затмениях солнечных на ближайшие тысячу лет точно. На ближайшие годы вы обязательно найдете даже описание некоторые. И что самое интересное, это картины затмений. Давайте мы их рассмотрим и поймем, как можно их изучать. Слева представлено частное затмение 25 октября 2022 года. Почему оно частное? Потому что ни в одной точке, где будет двигаться полутень от Луны, не может наблюдаться полное затмение. То есть тень здесь будет спрятана в области ночи. То есть мы не сможем наблюдать полного затмения. На карте это будет выглядеть таким образом. То есть вот это вот границы нижнее частного затмения. Это розовой линией показана максимальная фаза. И зелененькой звездочкой середина затмения. Справа сверху мы можем рассмотреть полное солнечное затмение. Также это середина затмения. Но в этот раз уже есть полная фаза. Причем это полная фаза, то есть тень, область, где будет двигаться тень. Обозначена синенькими полосочками. Это верхняя граница, это нижняя граница. Здесь есть красиво анимированная картинка, которая явно показана, где будет двигаться тень. То есть если вы будете находиться где-то в областях тени, вы сможете пронаблюдать полное затмение. Аналогично это верхняя граница отмения. Тут это нижняя граница. Ну нижняя, понятное дело, образована границей день-ночь. Вот. И точками обозначены половинчатые области частного затмения. То есть в этих областях мы можем увидеть на половине закрытый диск Солнца. И кольцеобразные солнечные затмения обозначаются красными линиями. То есть здесь все абсолютно аналогично. Только здесь обозначены движения тени не синенькими полосочками, а красными. Как движения именно кольцеобразной части тени. Это затмение, которое было 26 октября 2019 года. Оно проходило в Азии. Обязательно нужно упомянуть затмения, которые будут в следующем году. Точнее уже в этом году. В 2021. Во-первых, это затмение 10 июня 2021 года. Это будет кольцеобразное затмение, которое пройдет по северным полярным областям. То есть если полететь в Гренландию или в северную часть Канады, можно будет пронаблюдать его. Либо же еще в самые-самые северные и восточные части России. И второе затмение, которое можно будет наблюдать. Это полное затмение, которое уже будет наблюдаться в противоположной части земного шара. Это будет полное затмение в области Антарктиды. То есть около Южного полюса. Картинки вы можете изучить, как я вам объяснял. Это картинка всех затмений на ближайшие 20 лет. Полных и кольцеобразных. Можно изучить всякие интересные формы теней. То есть можно увидеть, что ближе к краям части кольцеобразных затмений почему-то шире, чем к центру. Также здесь, кстати, отмечено гибридное затмение. Правда, я его не вижу. Из таких интересных фактов о затмении можно отметить то, что в течение года максимальное количество солнечных затмений это 5. Кроме того, солнечные затмения более вероятны, чем лунные. Хотя лунные наблюдаются намного чаще из-за того, что они наблюдаются в целом полушарии. В отличие от солнечных затмений, которые в полной лицеобразной фазе наблюдаются в совсем узеньких-узеньких полосочках. Где-то на Земле. Частные фазы, конечно, наблюдаются чуть почаще. Но, тем не менее, все ровно не на всем, даже не на половине шара, а в всего лишь небольшой области. Солнечное затмение – это очень обширная тема для разговоров, для обсуждений. Надеюсь, что я вас заинтересовал, и вы изучите это явление поподробнее. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok